В эфире программа «Городские встречи» в студии Дина Исляева. И сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности прокурора Рязанской области Юрий Монаха. Здравствуйте. Здравствуйте. Юрий Иванович, мы сегодня поговорим об итогах 2018 года. После пожара в Зимней Вишне прокуратура проводила проверки детских развлекательных центров. Сейчас как обстоят дела там с пожарной безопасностью? Большинство руководителей своевременно и активно, оперативно откликнулись на наши меры. Были выделены дополнительные денежные средства и приведены неотложно принятые меры, которые обеспечивают безопасность людей, как детей в развлекательных центрах, так и населения, которые в этих торговых центрах подчас по 5-4 часа находятся, приобретая покупки в довольно значительном объеме и находясь в месте общественного пользования. Так, в целом, подводя итоги за этот год, я хочу отметить, что не только Рязани эта работа проводилась, она проводилась целиком по всей области, потому что торговых центрах довольно значительное количество имеется и в районных центрах, и в больших, и в малых городах. Всего, помимо вот этих значительных нарушений, все виновные лица понесли наказание. Это где-то свыше 400 человек были привлечены к дисциплинарной ответственности по нашим представлениям, потому что в каждом конкретном случае было ответственное лицо, которое ненадлежащее исполняло свои обязанности. И свыше 460 человек были возбуждены на административное производство, и они понесли административное наказание в виде уплаты значительных штрафов. В процессе своей работы мы охватили и спортивные школы, и детские учреждения, потому что если там даже нет торговой деятельности, там большое количество детей находится в определенное время. Там тоже были выявлены недостатки, недостатки, связанные с нарушением правил пожарной безопасности, где также принимались меры, вносились в представления элементарные вещи. Нет табличек предупредительных, пожарные выходы заверемождены различным ветким или ненужным хламом, который в случае, как вот в Кемерово, помешал возможности многим людям спокойно, беспрепятственно выйти из здания и спасти свою жизнь. Ну и помимо этого нарушения с необучением персонала технического, который обязан был вовремя включить сигнализацию, ее проконтролировать, неисправно сигнализация была выявлена на ряде объектов, и несоответственно пожарным техническим характеристикам, в отдельных случаях, материал, которым были отделаны отдельные те же кинозалы, места общественного пользования, детские площадки. Одна из главных тем прошлого года – это питание в школах. После скандалов с муниципальным предприятием детского питания начались проверки. Я хочу сказать, что этот вопрос возник не неожиданно, потому что, проводя мониторинг за последний год, многие родители, я знаю, жаловались, и в СМИ появлялась информация. Жаловались именно к вам. Жаловались не к нам, а в СМИ, через СМИ. Жаловались к директорам школ, насколько я знаю, о том, что плохое питание в школах, и те деньги, которые родители вносят за детское питание, оно не соответствует стандартам. То есть, недовложение в порционы. Естественно, этим занимались работники, которые обслуживали, которые готовили пищу, которые разносили эту пищу и выделяли порции каждому школе. Во всех этих случаях все виновные лица, кто был в этом изобличен, понесли ответственность, вплоть до увольнения от занимаемой должности. Ну, а по всем остальным канонам – это административная ответственность и дисциплинарная ответственность. Потому что такое положение дел, здоровье детей – это самое главное в нашей жизни. А в дальнейшем будут проводиться такие проверки? Я думаю, что сейчас принят комплекс мер в плане организационных работ по обновлению состава участников, кто обеспечивает детское питание. Я думаю, что такие проверки, они полезны. Почему? Дабы не забыли ответственные лица, что вот эта кампания закончилась, и завтра можно по новой детей кормить непонятно чем, закупать непонятно что. Но я думаю, что расследуемый уголовный дел, который сейчас занимает Следственный комитет, вскроет и иные еще факты, эпизоды, о них сейчас не имеют права говорить, есть понятие тайна следствия, и соответствующие выводы будут сделаны. И следствия, и виновные лица понесут за это наказание. Потому что в результате и их умышленных действий, и преступной халатности, и умышленных действий, связанных с получением взяток, хищения, это все привело к таким последствиям. Не могу не спросить про безопасность в интернете. Число сайтов, которые закрывают по требованию прокуратуры за год, увеличилось или нет? Ну, я хочу сказать, что в век цифровой технологии мы сейчас вступили, и понятно, что и многие товары закупают сейчас население через интернет, и объем информации очень большой, потому что и наши, и ваши, и дети, и внуки, они с гаджиков не вылазят. И все это там выскакивает, и становится доступом и для детей. Порой негативная ситуация, которую в силу возраста он не должен знать, и не должен ее смотреть. Я хочу сказать, что техник шагнул вперед, но и вперед шагнули люди, которые умышленно нарушают закон. Если в 2017 году таких нарушений было выявлено около 700, и в 700 случаях мы потребовали закрытия странички в интернет, тех недобросовестных пользователей, которые занимались незаконной деятельностью. Ну, в чем она заключается, эта незаконная деятельность? Она заключается в распространении различных материалов, в том числе и террористического, и экстремистического материала, разъяснение населения, где можно и за какие деньги купить фальшивый диплом, приобрести сертификат, патент на занятие деятельностью миграционным лицам, кто подпадает на учеты, должны миграционные службы оформлять патент, и действия, посягающие на сексуальный непрекционный сниссоршем. Это парнографического характера, материалы, которые развращают и население, и детей, и влияют на психику подрастающего поколения. То этот год, уже 18-е, потребовал наше вмешательство в 900 случаев. То есть на 200 исков было направлено больше в суд. А как обстоят дела с коррупцией в Рязанской области, и какими громкими делами запомнился прошлый год? Ну, если вспоминать, каждый год, в каждом году были крупные дела коррупционные, когда тех или иных руководителей привлекали к уголовной ответственности. Я хочу сказать, что проблема с коррупцией заставила нас в 17-м и 18-м году вести очень большую разъяснительную работу. Я сам был удивлен, хотя, в принципе, имея к этому отношение, в том числе к разработке различных методичек и так далее, зашел не так давно в одно учреждение и увидел там пять памяток. Значит, правительство совместно с прокуратурой Рязанской области, как себя должен вести руководитель. Каждый гражданин в любое учреждение зайдя может почитать, что такое взятка. Это было в медучреждение, я зашел и удивился, что здесь вот профилактика. Все в доступном, на стендах лежит, каждый человек может увидеть того, чего он не знает, ознакомиться с законом и вести себя достойно в этом месте, где с него никто не будет выморать взятку, помимо того, что он уже заплатил, если это платный центр. Или инвалиды и так далее, кто-то пришел, те, кто имеет право бесплатно получить медицинскую помощь от начала и до получения лекарств до конца. А ему будут намекать еще дополнительно что-то, кому-то должен подарить или оплатить и так далее. Вот все есть, все написано. Я думаю, сами работники тоже внимательно все это прочитали. И таких случаев становится с каждым годом все меньше и меньше. Но, как говорится, жизнь на месте не стоит, люди всякие бывают, искушенные есть. И вот этот год, если вы сказали сейчас о громких делах, в плане этики, я не буду сейчас называть фамилии, потому что люди эти осуждены, отбывают наказание. Это в 2018 году два зампредседателя правительства оказались на скамье подсудимых за действия, связанные с получением взяток. В 2018 году подобный род дел, я просто коротко сказал, было возбуждено около 190. И где-то 75 уже осуждены. Да, 75 лиц по 72 приговорам. Потому что в нескольких случаях группа действовала. Мошенников, взяточников. И закончилось внесением обвести приговоры. Остальные дела или направлены в суд и готовятся к рассмотрению, или в стадии завершения расследования. А какие планы по работе органов прокуратуры на этот год? Приоритетное направление. То, что мы не успели завершить в 2018 году и будем завершать в 2019 году с положительным исходом, чтобы добиться до конца устранения нарушения закона и так далее, обязывает несколько моментов. Ну, в первую очередь, это майские указы президента. Второй момент – это обеспечить все-таки достаточно более полное удовлетворение жильем детей и сирот. Много сделано и правительственная область, и прокуратура в этот процесс вмешивалась с совместными усилиями. И были выделены дополнительные деньги. Дети и сироты значительное количество получило жилья. Но из года в год они снова встают на учет по совершеннолетию. И опять цифра 200-300 детей и сирот нуждаются в жилье. То есть это очередь тогда. Да, задача у нас и на 2019 год, значит, и постараться включиться в эту проблему, чтобы многие дети и сироты были обеспечены достойным жильем. Тем более сейчас программа обеспечения жильем детей, она делается неформально, а исходя из того, что специфика ребенка, который воспитывался в учреждении, который сам ничего не умеет делать самостоятельно, о нем заботилось государство, он получил там общий навык, как жить, на самостоятельное распоряжаться и так далее. У него ни папы, ни мамы нет, подсказать некому, а ему уже 18 лет. Поэтому и принятый правительством области, и мы тоже с инициативой выходили по этому вопросу, чтобы детям-сиротам выделять жилье, не в одном доме 100 человек загнать, и они там в своей каше будут находиться. От этого ничего хорошего не выйдет. А распределять по многоэтажным домам, многоквартирным, где 4-5 детей-сирот будут жить в своих квартирах, и они будут находиться не в вакууме, а среди людей, которые будут положительно влиять на их сознание. И проще контролировать в этом плане. Ну и еще одна из главных задач, которую мы видим на 2019 год, это задача связана с продолжением того, что мы начали в 2017-2018 году. Это повышение качества работы при рассмотрении обращений граждан. Потому что подчастую мы сталкиваемся с такими моментами, что определенное должностное лицо, особенно орган местного самоуправления, грешат формальными отписками, и человек вынужден доходить до президента в своих жалобах. И только когда дойдет до президента, тогда уже очередной глава района, или поселкового, или сельского, увидит, что это действительно проблема, увидит, что там нарушаются права. А почему бы это сразу на месте все это не разрешить? Потому что когда прокуратура, получив жалобу, начинает заниматься проверкой, и, к сожалению, такие факты есть, они не единичны. И сам порой удивляюсь, зачем доводить до поступления жалоб в вышестоящие инстанции. Потому что когда она тут поступит, в любом случае, все посмотрят другими глазами. Вот это тоже наша очередная задача. И проводить разъяснительную работу, то есть заниматься не только выявлением нарушений, ну и разъяснительная работа среди должностных лиц, местных самоуправлений, депутатского корпуса. Потому что в каждом районе есть Дума, которая принимает законы, НПА, и все они должны направлены на соблюдение прав людей, обеспечение исполнения этих прав, не только обязанностей, но и права, чтобы человек мог воспользоваться ими. Поэтому такую задачу мы смотрим. Я думаю, что сейчас жалоб меньше поступает, но значительное количество жалоб так и так мы удовлетворяем. Вот где-то, наверное, из 20 тысяч, если так посчитать, в процентном отношении, то около 4 тысяч жалоб удовлетворяется. То есть каждое пятое, где действительно вопиющие нарушения закона. В гостях программы «Городские встречи» был исполняющий обязанности прокурора Рязанской области Юрий Монахов. Спасибо, что пришли. Спасибо вам. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова